Доме правительства вручили дипломы и почетные грамоты победителям регионального этапа двух всероссийских конкурсов на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке. На мероприятие побывала наша съемочная группа. Подробности расскажет Мураджан-Гезов. Всероссийские конкурсы призваны возродить традиции написания сочинений как самостоятельная творческая работа, направлены на поддержку и развитие ценностей традиционной народной культуры, осознание языковой идентичности учащихся. Дорогие ребята, мы очень гордимся вашими успехами и достижениями. Каждый из вас для нас сегодня уже является победителем. Именно вы проявляете интерес и любовь к родному языку. Я поблагодарю также наших коллег, дорогих учителей, которые вели вас к этой победе, которые помогали, наставляли. Я хочу поблагодарить и родителей ваших, которые поддерживали вас во всех начинаниях. Дорогие ребята, я желаю каждому из вас и вашим родным крепкого здоровья в наступающем новом году, успехов в учебе, новых побед и новых достижений. В конкурсном отборе участвовали 148 работ из всех муниципальных образований Карачаева-Черкесии. Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений стали 9 учащихся. Отрадно отметить, что двое победителей регионального конкурса стали победителями и федерального этапа. Участие во Всероссийских конкурсах имеет большое значение в нашей работе. Благодаря им повышается читательская активность подростков, развивается социальная и творческая деятельность. В процессе работы у них появляется дух соперничества, желание победить. Благодаря этому повышается престиж грамотного владения русским языком и знания художественной литературы. Многие из награжденных учащихся впервые оказались в стенах Дома правительства. От былого смущения не осталось и следа. Дети с удовольствием фотографировались и принимали поздравления с наступающим Новым годом. Мурат Сенкиозов, Роберт Джигутанов, Вести Карачейна, Черкисия.